По содержанию сахаров лидирующее место среди фруктов и ягод занимает виноград. Яблоко оказалось на втором месте по сладости. Достойный вкус урожая яблонь зависит от многих факторов, сбалансированная сахаристость в яблоках напрямую связана с климатом региона и сложившимися погодными условиями. Полноценное меню фруктового дерева и соблюдение агротехники в частности также имеют огромное влияние на вкус плодов. Наливные сахаристые яблоки могут быть с любым сроком созревания, но однозначно, это качество зависит от сорта, кислую яблоню сладкой не сделаешь. Как правило, в сортовом описании яблонь специалисты дают показатели сахаристости, у сладких сортов яблок эта цифра колеблется от 7,7% до 13,5%, у некоторых культиваров процент сахара превышает 14%. Медики считают, что сладкие яблоки – не самый полезный продукт, особенно для диабетиков и людей, страдающих ожирением. Диетологи придерживаются мнения, что сладкий вкус или с кислинкой у плодов, неважно, кислить может недозрелое яблоко, при этом общий уровень углеводов у яблок с разным вкусом примерно одинаковый. Медуница. Легендарный морозостойкий сорт с говорящим названием «Летняя скороспелка», медуница выведена советским биологом Исаевым в 1935 году. От своих родителей сорт принял самые лучшие качества – от коричного полосатого, сладость и аромат, от уэлси, морозостойкость и умеренную скороплодность. Плоды медуницы 100-150 граммов, одномерные, круглые, слегка приплюснутые. Кожица с желто-зеленым оттенком и выраженным алым румянцем. Мякоть мелкозернистая. Конфетная. Хороший универсальный сорт и для северо-запада России, и для Подмосковья, и для Урала, раннелетний сорт, в НИИ с именем Мичурина, подарил земледельцам крупноплодную яблоню конфетная. Сорт плодоносит на 4-5 год, относительно холодостоек, крона конфетного развесистая, выше 3-3,5 метров не вырастает. Плоды круглые, кожица желто-розовая, слегка подрумяненная, вес 80-130 граммов. Детская, зимостойкий сувенир с Урала, одна из сладчайших яблонь, прославилась своим отменным вкусом мякоти, нежная, светлая, с мягким освежающим привкусом и медвяными нотками. Вкус яблони детская оценят и взрослые, и дети. Осенний сорт районирован на Урале, но безупречно растет на северо-западе России и в Поволжье. У детского почти все плоды одномерки, слегка вытянутые, желто-алые, с размытым темно-бордовым румянцем и выраженными подкожными точками, вес около 75 граммов. Накопление сахара достигает 11,8%. Недостатком сорта эксперты считают могучий рост дерева до 4,5-5 метров и чувствительность к парше. Но вопреки этому сорт скороплоден и отличается превосходной зимостойкостью. Созревание сорта детская наступает в конце сентября, лёжкость плодов средняя 3-4 недели. Орловская полосатая. Старинный сорт для средней полосы. Для средней полосы этот старинный сорт подходит как нельзя лучше, отлично зимует в умеренно-континентальном климате. Обладает высокой устойчивостью к грибковым болезням, цветочные почки дерева не страдают от возвратных заморозков. Орловская полосатая непременно угодит вкусам плодов, золотистые, с глянцевой кожицей, слегка вытянутые яблоки, 130-150 граммов, покрыты малиново-пурпурными крапинами. Мякоть белая, нежная, с гармоничной кислинкой и приятной сладкой ноткой, сахар достигает чуть больше 10%. Сорт скороплоден через 3-4 года с момента посадки, собирают урожай орловского полосатого в первых числах сентября. Орловская полосатая непременно угодит вкусам плодов, золотистые, с глянцевой кожицей, слегка вытянутые яблоки, 130-150 граммов, покрыты малиново-пурпурными крапинами. Мякоть белая, нежная, с гармоничной кислинкой и приятной сладкой ноткой, сахар достигает чуть больше 10%. Сорт скороплоден через 3-4 года с момента посадки, собирают урожай орловского полосатого в первых числах сентября. Рассашанская полосатая дает обильный и лёжкий урожай, крупные до 300 граммов зеленоватые плоды, с янтарно-розовым румянцем в виде штрихов. К 6-8 годам среднерослое дерево набирает силы и отдаёт до 60-80 килограммов. Мякотью фруктов плотная, светло-зеленая, с хрустом, довольно ароматная, сахаронакопление достигает 11,9%. Урожай рассашанского можно снимать уже в октябре, хотя сорт относится к поздним, его потребительская зрелость наступает в декабре. Хранится урожай до 150 суток. В условиях средней полосы сорт считается зимостойким, практически не болеет. Golden Delicious дополняет линейку сладких сортов, американец Golden Delicious. Это сорт для настоящих сладкоежек. Красивые желтые плоды снимают в конце сентября, начале октября. Сорт неплохо переносит морозы, отличается завидной урожайностью и отменным качеством плодов. Но есть у него и недостатки. К ним можно отнести слабую засухоустойчивость, нерегулярное плодоношение. Дерево средней силы роста с ширококруглой густой кроной. Первым урожаем оно порадует вас уже на 2-3 году жизни. Яблоки с узнаваемой золотистой, слегка шероховатой кожурой со слабо выраженным розоватым румянцем округлоконической формы. Мякоть светло-желтая. При соблюдении всех условий хранения яблоки могут пролежать аж до апреля.